Я не знаю, насколько это можно вообще, в принципе, показывать, но давайте посмотрим. Так, посмотрим вообще, что у нас тут, по-моему, должны дать нам возможность это просмотреть. Ребята, вот что вот это, вот эта вот галочка подтверждена, или что это? Так, здесь на видео ничего нет. Что такое лицензия? Как определить, за что меня забанят? Вопрос. Сейчас я овощи ем. Evil, right now? You most likely picture someone who time skips in Animal Crossing. That seems to be the unforgivable sin on the internet at the moment. But I want to show you something truly deplorable and evil. There's a YouTuber that has made an entire career out of torturing and eating animals alive for their mukbang videos. First of all... Хорошо, спасибо, Ерена, жмячк. Мы посмотрим ваше видео после вот того ужаса, который нам предстоит увидеть сейчас. Так. Там и EnjoyCan будет, да? Окей. Мы просто готовимся смотреть на нечто ужасное, и вы это не увидите, к сожалению, или к счастью. Ну, видео жесткое, друзья. Здравствуйте, Александр. На стриме с Ежи с Арматом вы говорили, что писали работу на тему критика научного познания. Я человек далекий от философии, и мне интересно узнать, с каких позиций осуществляется критика, и какие аргументы приводятся, можете с этим помочь. Серендипите. Заранее спасибо. Вам спасибо за вопрос. Давайте я вам тогда просто покажу, где найти ответ на этот вопрос. Вы заходите в мой паблик «Храм осьминога бесконечности». Открываете статьи и листаете, находите статьи, которые так или иначе связаны с наукой. Наука как культурно-философский феномен не самая сильная. Там будет статья про 16 уроки антисиентизма. 16 причин сомневаться в науке. И вот здесь перечислены... Блин, зигота, отойди. 16 групп аргументов, которые мы можем привести. Это именно группы аргументов. Здесь они не полностью в статье раскрыты. Ну, отчасти это и есть краткий пересказ критики научного познания. Это мой второй текст, который я когда-либо написал. Но там чисто много графомании. А вот этот текст, он более короткий, сжатый. И в нем аргументы, по большей части, перечислены. Так или иначе. Но это именно группы аргументов. То есть все вот эти позиции. Эстетическая группа причин. Религиозная группа причин. Аксиологическая. Это можно развивать в отдельные главы. И это очень долго описывать. Также на своих непосредственно ресурсах. Ну, например, на ютубе. Я это раскрываю. Антисайентизм. Ну, последние видео посвящены антисайентизму тоже. Последние хайлайты. Тоже можете посмотреть, узнать что-нибудь об этом. Если вам интересно. А пока мы продолжим смотреть убийственный, адский, трэш. Да, да, да. Аксиологическая. Аксиологическая. Но тут еще проблема заключается в том, что азиаты сумасшедшие. В этом смысле. Они всю эту морскую тварь едят, ну, вообще просто как нефиг. И заживо в том числе. Азиатов вообще очень странные предпочтения в еде. Поэтому, ну, это неудивительно, что вот это происходит именно в азиатских таких регионах. И они очень любят морепродукты. И осьминоги это одна из, в общем-то, один из этих продуктов. Ну, то есть, она ест осьминогов непосредственно. Так же, как вы едите там гамбургер или рыбку какую-нибудь себе покупаете. Только заживо. Только заживо. Иногда заживо, да. Непосредственно готовят их заживо на стримах. Ну, это небольшой такой вот, не знаю. Вот у японцев такие, видимо, традиции в еде. Ну, блин. Прямо обзывать ее, там, какие-то ужасные стаффы, для японцев это, наверное, настолько нормально, насколько только может быть. Ну, даже в кино, даже в корейском кино, насколько я помню, были изображения, где корейцы едят живых осьминогов. Ну, или там что-то щупальца там как-то ели. Ну, это, конечно, мерзко, но они так делают, азиата. Ну, что-то... an octopus well by devouring it alive as it tries its best to run the fuck away я не знаю можно ли это показывать просто в живо прямом эфире но это вроде есть на ю-тубе вот как-то в отвратим вот она что-то жрет это ну давайте как блин фу 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 отвратительная бабища ужас от рад гадко 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 фу я даю что лайвы сна лексом кана пост-мортем response or anything and even in the time she makes a ball но я жрать животное заживо это прям ну это жесть я честно говоря не представляю как можно заживо сожрать живое существо прям вот вообще ну технически конечно можно но лол но в чем кайф блин это гадко это гадко на мой взгляд к ничьи рингом alive that's the whole draw the video if you watch her channel друзья я совсем не веган но вот это вот прям уже какое-то знаете извращение по-моему это как не знаю корову заживо сожрать внезапно она перед тобой стоит это я ну то есть но лол это странно это действительно очень странно особенно в восточном регионе это крайне странно и в этом как бы буддизм там нельзя причину не то чтобы совсем нельзя всем живым существам причинять боль но можно можно но лучше этого избегать странно очень странно просто даже на дальнем востоке буддизм развитая я честно говоря я не понимаю откуда эти традиции пошли но это очень странно like objectively you're a piece of shit вот про это надо у сармата кстати спросить он скорее всего знает что-то про это you have shitty taste i guarantee i could find a thousand scientific reports to corroborate that it's a fact не ребят я не морал факт но это жестко даже неприятно есть наверное you suck and she is absolutely terrible i don't even know how this content is allowed on youtube this absolutely falls under animal cruelty by all definitions yes again there is a debate to be had about all sea creatures being equal in terms of what they can experience what they can feel and all that i get it but the creatures she chooses are the smartest fucking creatures in the sea i'm honestly expecting sometime this week she'll release a eating dolphin alive video where she starts at the fucking butthole the dolphin and just eats да прикиньте она бы непосредственно дельфина сожрала но как-то что-то не очень да когда жрут заживо дельфина а вот осьминога норм но действительно к этой гастрономическая перверсия это очень странно действительно очень странно ну то есть есть заживо ну ладно приготовить ну его умертвили как-то как-нибудь даже неважно насколько вот странно я в шоке я в шоке друзья зигота нас спасет правда всех ужасных изображений но их буду видеть я я буду мучиться тот кто заказал это видео знайте я смотрел на это и мучился вы добились свои цели вы заплатили за мои мучения друзья horrible shit what you gonna do when she runs out of sea creatures to eat alive probably resort to cannibalism i have no idea what's next for the channel it is absolutely baffling to me eating an octopus alive is like eating a fucking dog alive they're on the same they're they're on the same level she's basically just eating a sea hentai dog it's it's fucking crazy how this is even allowed and how she has an audience ну в целом корейцы едят собак но правда наверное не заживо а вот осьминога заживо that supports it and defends her in the comment section she has fucking simps defending her in the comment section have have some fucking shame even if you set aside morals and ethics the content itself is fucking atrocious all she does when she's not torturing and eating animals alive is scream as you know you have goofy cartoon music blasting behind her so unless you're eight years old who finds jingling keys comedic because they're loud i don't know how you could possibly be entertained by anything she does it's fucking terrible trash ну понимаете как бы ну рыбу готовят обычные люди аборт неосуждаемое убийство поедание осьминогов неосуждаемое жестокое обращение с животными бывает да ну просто неприятно я же не предлагаю вам зародыши есть например и ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я Fig budget? Т alа о веще motherfucker. Он будет хорошо. blond! ФАНРЫВАН999 Сегодня я знам Practitioned! В Infrast Berry М ik даю в 3 демонстри blows zasadически fazорudo jong SUб пряней ребёнки в ф��е динамaros kinda счет. Я думаю, что она Philippe Мелодская находится üбл afterwards. Which makes it even more fucked up to just be coming on here and executing these creatures on camera For kids to laugh at Even when she does muster enough human decency to at least kill the food she's about to eat Я не согласен с чуваком, я думаю Это направлено на великовозрастных извращенцев Которые хотят непосредственно найти себе азиатку в паре Ну, например, Ежесармат какой-нибудь И прочие люди, которые исключительно нацелены только на азиаток Да Притом я не критикую Ежесармата в данном случае Вполне нормальное извращение с его позиции Тупо азиатки Но, я думаю, целевая аудитория этого видео это как раз не дети Ну, детям такое показывать, конечно, довольно странно Думаю, у него запрет должен стоять на показателя Ну, тем более важно понимать, что японцы, наоборот, любят вот таких вот, типа, миленьких маленьких девочек Которые ии-и-и-и так ведут себя няшно, мимимишно То есть это вполне нормально Думаю, я大но Ну все, разорвало пополам. Ну все, разорвало пополам. Ну она разделывает кальмаров, в общем, там, друзья, норм. Не-не-не-не-не-не, ба-а, бедные. А, это кореянка, оказывается. Не, у корейцев это норм. Я даже в киношках, в общем-то, корейских видел, что они жрут заживо морепродукты. Это как бы, ребят, это как бы нормально. По-моему, это даже было поедание живых осьминогов. Как это называется, известный фильм корейский. Олдмен, олдбой, олдбой, вот, олдбой. Да, но в олдбое вроде даже был момент с этим. Дисгустим. for killing those cockroaches so what's changed she's doing something significantly worse than that and in far more inhumane ways but she's allowed to continue she has over 3.2 million subscribers these views have 20 million views 50 million views all over the place they're massive and I think what she's doing is just disgusting тут я думаю произошел конфликт она все-таки кореянка а это новомодная японская шиза и говорит павел думаете там вроде странно на герои смотрели когда он это сделал ну может быть друзья может я ошибаюсь можете я здесь ошибаюсь но вот такое себя ну тогда почему ее канал до сих пор не забанили понимаете другой вопрос почему ее канал все еще на плаву если у них такие традиции знаете корейские то может быть поэтому нормально оценивают если это просто так она разделает животных на нем давно жалобы посыпались на мой взгляд все хух у них ну по-моему такое жестковато для ротуба сильно жестко друзья слишком жестко для ротуба мы не можем такое терпеть здесь больно больно смотреть на зверюшек